пацаны привет всем погуляли отдохнули надо работать сейчас вышел сегодня один короче это вот тут мудрую петли эти кривое все разные плоскостя взял швеллер вот я импровизировано прихватил его на плоскость чтобы понять как импровизировано то есть вверх у нас шире в виде швеллер приваренный низ зазор так уже такой примерно плоскость выставил и отступил на 15 миллиметров от полосой нас верхняя часть самая широкая получается то есть а вот этот лист у нас 9 миллиметров это 15 или 14 не помню чтобы мы его когда закрыли а моего не загрузила это самая широкая часть узора то есть отступили когда петля развернется у нас еще там должно остаться какой-то зазор ну опять же и нашивки как там они 78 ну должно быть нормально выставляю обязательно варить нужно на цельной оси обязательно то есть так проще здесь а пластинки пока месте с девятки ударов порезал выставил то есть рамена центр нашел туда зацепиться один сегодня швеллер зачем говорил швеллер чтобы плоскость хоть приблизительно вы выловить сперва хотел петли сюда потом посмотрел не понравилось мне выбивать их как бы и забивать ну сделал наверху ну наверху и лучше рычаг то есть получается крепче будет держать с этим понятно все по поводу вот этих всех размеров то есть вот видите как плоскость борта волосу наварил она когда откроется это будет часть идти сюда то есть ну здесь а у нас с нижней проблем не будет вообще петлей с нижней тут у нас ну дырка большая ну не упрется тут на миллиметров 20 ну то есть вообще не вопрос сейчас надо вот эту петлю нижнюю до кузова как-то зацепить там ее за что там тоже должен проще тут какими-то косынками швеллерами это все сынется хатки наши тут ее мощно зацепим нижнюю петлю и должно быть и должно быть хорошо получается петля этом кузове будет чуть ниже швеллера нашего но я не хотел цеплять петлю вот сюда где-то я хотел именно на нижний швеллер ее зацепить как бы хотелось мне вот так вот и забивать удобно пальцы и выбивать не сильно высоко именно по нижней я вообще если вожу что-то сам аварийная рубля у меня есть еще один палец и сильно длинный забил его там два сантиметра 3 м а мы его закусила и и все выбил кувалдой ну это бывает редко ну неважно это надежность как-то так вот такой процесс идет геморройный все там крыло что-то выставляем хватаемся обдумаем все ночь у нас длинная или утро короткая так что так вот получается то есть додумывался сам до этого чтоб ну на камазе работает уже все все хорошо закосынемся усилимся ну как-то будет неизвестно как ты их прикол еще здесь у меня у меня вот эти усилители вот которые меньше 100 20 профиль они ниже у них здесь а меньше а здесь а а последний мощный выбирает сюда то есть приходится ну это все учитывать а этот еще выпирает больше из-за чего ж сюда пластина вот мощную лупанул на зазор чтобы полностью борта ну сану сильно обваривать не буду там все крыло и надо будет его прихватить а открыть проверить обязательно снизу варить эти пульчики нужно чтобы борт у вас не висел на петлях это все ну разбивается там не надо то есть совую шайбы между этим там между петлями чтобы не закусывала то есть здесь и здесь как-то так если мало потом то есть ну если вдруг там сварка сделает свое ну вдруг можно заходик чуть-чуть тут сделать чтобы он так раз и заходила но вот тоже нюансы подгонки все обязательно нужны упоры чтобы вас борт всегда лежал на упоре и верхние пальцы забивать будет то есть удобнее короче как то так процесс идет птицы поют у нас сегодня он солнце чайки у меня летает не знаю видно чайки и не видно ловить поприлетали рыбу воруют и меня ну кто мы не жадный кушает ну все работаем пацаны открыли во рта саней сейчас покажу варил наугад вымеряли на фоне закрывай его не закрывай вот смотрите четко все четко раз уперлась от там зазор минимальный короче блин угадали мы не знаю как это получилось ажом и саней угадали здесь варил усилитель петли мне наша была зацепиться и как он будет у нас упор борта вот эти полосы сейчас все обварим их сюда наварим ребро чтоб его не гнула нигде ничего работы честно косынок триллион вот просто триллион вот там он я с петлю и там извращался обваривал о ними короче как-то обваривали все по поводу уклона все время боялся получилось а по моему как говорит володя шикарно тут гляньте а ну садим этот открывай его на меня то есть еще еще там перьяну все хорошему закрывай то есть четко получилось а 90 градусов мы выдержали меряли долго но это стоило того все и вот и вот этот вынос о чем я все время говорил еще разный разный кузов по высоте вот этот вынос вот здесь видите сколько миллиметров на на около 20 а вверх у него шире наварен усилитель так нам учат еще и закрылась к раз упирается в пластинку верхнюю на которую я петлю удулил то что надо получилось а в принципе здесь а косынка он получилось а все хорошо сейчас обваривать дальше все здесь здесь где-то мне не смог залезть здесь какой-то сделаем упор чтоб борт не висел на петле как бы проблема и точнее камаз нету ничего ну что-то придумаем то как бы вопросов номер 17 из-за чего сюда сделал на свою сторону сделал на камазе вот я обращал внимание у всех на пассажирскую сторону но один есть нюанс эти веточки на дачах зеркала блин заворачивает и вечно совайся где-то но чтоб его не вырвать свое зеркало можно выровнять и видеть всегда этот борт то что если зацепиться где-то за дерево за забор постоянно в каком-то геморрое решил взять его сюда как бы думаю что лучше осталось обварить и петли верхние на конверт сделать но еще работать день я уже с ним поднят три наверно занимаюсь а это так вот я даже не знаю сколько эту работу и оценить ну миллион просто миллион почему же люди благодарная работа хватался захватаешь все время то все ну как-то так все сейчас обварим вот это все выварим как раз ребро будет жесткая здесь хорошо получилось а сюда еще нужно будет упор приварить этот отбить а сюда взять еще один стульчик здесь он там дырки но уже чего было и варили с того все это надо позаваривать по зачищать чтоб все было сексуально ну фух обязательно когда собираете на цельной оси как бы это решает задачу здесь у меня шайбочка 2 наверное миллиметра и и и не помню а наверху больше чтобы мы ее выкинем когда здесь сделаем заход болгарка и и ну и на этой же части тоже поточим она будет сюда раз из и заряжать как бы и чтобы она все время висела на упорах по ямам не будет разбиваться у вас петли там верхние и нижние неважно вот эту петлю как раз там усиливал вот и если видно с радиусом кто есть она туда заходит их борт не дает ему там шевелиться бегать право-лево то есть ну как бы еще сделаю один упор оттуда сверху чтобы это зачем нужно когда пальцы меняете чтобы он стоял все время в одном этом положении то есть легче будет выбивать пальцы и забивать то есть фон размер не будет меняться их уходить но работы еще много тут еще все обварки сварки ну короче как-то так вот песочка рассыпалась все занимаемся дальше увидели как он открывается ну и еще работа не окончена еще я думаю день еще засовы чем-то фиксировать надо борт посмотрим все братья за занимаемся процесс идет саня он шлифует там он у нас профессионал в этом деле пацаны работы или трудов уже сжег очень говорю проволокой ветер сдувает блин жопа приходится вот это вот блин или водами там миллионы швов километров на 20 сантиметров туда-сюда на наш обварить чтобы вода туда не потекла и зимой там не было историй приходится все обваливать потихоньку короче занимаемся все братья на сегодня выставили все вот так вот в саде сколько швов отсюда еще шаттуда не знаю метров наверное 6 на эти блин косиночки вот так вот все получается где-то сантиметр губа грязь выжимала все такое все уже обрезали палец борт вроде бы нормально вот сделал здесь ему заход если надо надо можно и и делать то уже будем подгонять потом вот здесь обварено все полностью отсюда в отсюда ваш вы надо почистить дырочку чем-то замазать ноздревым клеем надо этим утрешним такой зелененький да саня хорошо липнет все пацаны на сегодня все сейчас он саня шлифанёта останется нам петли верхние и там фиксаторы но это будет отдельное видео люблю санту барбару снимать дырку еще нужно забить каким-то металлоломом ну все братья всем привет до новых встреч в эфире